После объезда полей была дана хорошая оценка всем зерновым и было сказано, что в Гагаузии, в отличие от других северных районов, будет очень богатый урожай. Как вы считаете, вот это предварительное заявление, оно как бы оправдается? Я не думаю. Ну, что считать хорошим урожаем? По мне, так, хороший урожай это 40 сантиметров, не меньше. По количеству, а по качеству? Ну, по качеству, конечно, пшеница этого года желает лучшего. Те дожди, которые обильные были в июне месяце, они снизили, смыли клейковину, снизили качество пшеницы. Не настолько, чтобы жаловаться, но все равно это хуже, чем в прошлом году. Разная пшеница есть. Это зависит и от сорта, это зависит и от предшественника, это зависит и от уровня подкормки, от многих факторов зависит. Создается впечатление по другим хозяйствам, что вот эти покупатели зерна, они умышленно снижают клейковину для того, чтобы снизить цены на ваш товар. Это было всегда и будет всегда. Покупатель старается снизить цену, продавец старается завысить. Но есть цена, цена на цену влияет много факторов. Значит, те хозяйства, которые в состоянии собрать урожай, закрыть его в склад, зерно тоже должно дозреть. И эта клейковина зависит от того, как дозреет зерно. Если этот человек, финансовое состояние предприятия позволяет сохранить зерно до определенного момента, когда стабилизируется цена, это один вариант, наиболее благоприятный, скажем, для продавца. Но есть много хозяйств, которые с колес продают зерно. Они никак не могут повлиять на цену. Потому что я знаю многих руководителей, которые вынуждены продавать зерно прямо с комбайна. Без очистки, без учета сорности, без учета влажности, без учета клейковины и так далее. И они всегда будут иметь самый низкий уровень цены. И таких много. А покупая у таких людей довольно существенные объемы продукции, трейдеры, эти покупатели наши, придя ко мне, говорят, я вчера купил по 2 лея пшеницу, что ты мне предлагаешь по 2,50 ее тебе взять? И я говорю, ну слушай, иди тогда по 2 лея покупай, у меня не проси. Я буду продавать тогда, когда я посчитаю нужным. Потому что я положил пшеницу в склад. И я буду ждать, когда будет 2,50. Не будет сегодня, будет завтра. Не будет завтра, будет послезавтра. У нас, согласно договору, положено 500 килограммов пшеницы на квоту. И в пределах там 100-150 килограммов ячменя. Мы выдержим эти показатели без проблем. Мы работаем, у нас договора заключены согласно закону об аренде в сельском хозяйстве. Там расчет по формуле, по банитету и так далее. Есть хозяйства, которые имеют договора по процентам. 15%, 18%, 20%. Там более простой подход. Ну а мы закончим уборку. Мы почитаем баланс зерна. Сядем, почитаем в денежном выражении, что мы должны по этому году людям платить. Переведем это в натуральную оплату. В среднем по годам получается где-то этот уровень 500 килограммов, не менее чем 500 килограммов пшеницы и не менее чем 100 килограммов ячменя. Но я думаю, что в этом году килограмм 150 будет. По сравнению с прошлым годом это будет на том же уровне? В прошлом году было меньше. В прошлом году мы дали 400 килограммов пшеницы, потому что урожай был совсем низкий. И мы дали в прошлом году, по-моему, 130 килограммов ячменя, что ли.